Привет! Я думаю, вы любите видео о покупках. И сегодня я буду показывать вам, что я купила за последнее время. Все эти покупки я сделала примерно в районе двух, полтора, трех месяцев. В общем, у меня уже все перепуталось в голове. Ну, давайте начнем. Я даже не знаю, с чего начать. У меня здесь все вот так вот лежит, как попало. Так, покажу вам сначала то, что я получила на день рождения тоже от своей сестры. Вот такие вот ухи. Я сама ей сказала, что я хочу. Пахнут они летом. Это какой-то цветок, каким-то цветочком. Так вот выглядит коробочка. Это ухи от Иф Роше. Мне они очень нравятся, они классные. Я очень люблю ими пользоваться. Потом дальше из аксессуаров их будет меньше, поэтому продолжу с аксессуарами. Вот такой вот браслет. Он кожаный. Этот браслет купила у нас в магазине Lidl. Вообще, это продуктовый магазин, но они следят также и за модой. И у них появляется иногда кое-что из интересных вещей. Каждую неделю какие-то новые вещи. Вот такой вот браслетик. Кожаный, светлый. Он вот так вот перекручивается и закрывается на заклепку на руке. Так вот, да? Тоже там же купила вот такой вот пояс. Ремень обычный. Так, тоже кожаный. 85 его размер и номер. Длина, наверное. Вот так вот он выглядит. Так слегка переливается. С такими интересными заклепочками. Тоже мне понравился. Потом из аксессуаров вот такая вот сумочка. Она была уценена. И я взяла ее у нас в магазине Dijkman. Так вот она выглядит. Там что-то есть. Ну, ничего интересного. Салфетки. Там полосатая ткань. Так. Потом, что у меня лежит здесь. Маечка. Вот такая вот футболочка. Я даже покажу вам, как она выглядит на модели, если найду. О, у меня здесь полная катастрофа. Ну, сейчас покажу. Подождите. Вот такой вот цветастый рисунок. Это вискоза. По-моему, вискоза с синтетикой. Я ее один раз одевала. И тут как будто, знаете, напыление возникает неприятное. Как катышки образуются. Но к телу она очень такая легкая. Классно сидит. Вот. Купила вторую такого же фасона маечку. Черную. О, она спадает с плечиков. Это фирма Esmara. Это все Lidl. Здесь есть вот такая вот каемочка спереди. Вот такая вот маечка. Она сидит точно так же, как предыдущая. И вот на коробочке вы можете посмотреть. Вот так вот она сидит на фигуре. Точно так же и синяя смотрится. Так. Дальше. 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 Вот такие вот штанишки. Они очень легкие, несмотря на то, что это синтетика. Вот так вот они выглядят. Они прям такие легкие для лета, когда, знаете, не совсем жара. Хотя сейчас у нас ужасная жара. И хочется такое что-то более легкое надеть, чем джинсы. Поэтому это в данном случае очень классный вариант. Так, потом, дальше. Упаковочка от браслетика. Так, блузка. Вот такая вот блузка. Вот такую блузку я себе купила. Но проблема для меня, знаете, в чем? Она очень длинная. Лосины я не люблю носить. Я не знаю, почему. Мне кажется, что если ты небольшого роста, они тебя еще больше укорачивают. Вот. Но она мне почему-то понравилась. Меня сейчас очень тянет на коричневый цвет. Вот она. Это блузка. Можете слегка рассмотреть ее поближе. Кружево, да? Красивое кружево. Оно очень хорошо лежит на груди. Но вот единственное, что она стоит длиной. Не знаю, ничего пока не придумала, как можно носить такого типа блузку. У меня здесь полный кошмар. Вы видите, куда я кидаю? Ну, по-другому не получается. Так, шортики. Так, вот шортики с этой стороны. Они у меня тут вместе с юбкой прикреплены. Вы знаете наверняка, что сейчас в моде бельевой стиль. Но не всякую одежду хочется надевать в таком стиле. Вот. Но именно вот такие вот шорты мне очень понравились. Камера не очень хорошо передает цвет. Он более насыщенный. Слегка более насыщенный. Песочный такой оттенок. Красивое кружево. Очень мило смотрится. Вот. Вы можете посмотреть на упаковочке, как они выглядят на модели. И приобрела вот такую вот юбку. Юбка, знаете, какой материал у нее? Она наизнанке. Она у меня наизнанке, простите. Материал у нее, видите, это что-то вроде... Знаете, на кожу похожа, да? Такая вот как замши, такая мягкая. В Германии говорят велюрледер такой. Вот как велюрледер, велюровая, да? Эту кофту, эту юбку можно носить как юбку или как кофту. Вот. Тоже все лидл. Тоже все лидл. Можно носить, как вам заблагорассудится. У меня была цель носить ее именно как юбку. Так. Осторожно, чтобы не помять и не пришлось снова гладить. Потом вот такая вот хорошенькая футболочка. Видите? С дырочками, да? Тоже есть такой материал, как велюрледер. То есть маечка, похожая на замшу. Материал похожий на замшу. Тоже, видите, оттенок. Вы уже, наверное, заметили, что мне понесло на такие вот песочные цвета или коричневые. Захотелось мне. А, ну, обратная сторона у нее из спинка, из обычной ткани. Вот. Так. Так. И не принесла, но есть коробочка, вот такую дуску. Я взяла тоже в бельевом стиле. И, кстати, я мерила ее с шортиками, которые я показывала в бельевом стиле. И, мне кажется, они хорошо вместе сочетаются. Вот. Тоже вот такая интересная вещица. Потом дальше из вещей, из одежды. Платье. Платье. Я сейчас вам, наверное, ставлю фотографию, как оно смотрится на мне. Вот такого типа платья. Потому что так тяжело понять. Оно у меня идет ниже колена. Вот тоже такую дырочку. Это синтетика. Вот так вот. Сейчас я вам ставлю фотографию. Посмотрите. Так. Дальше. Покажу вам маечку из Нью-Йоркера. Камера плохо передает свет. На самом деле это такой, знаете, ярко-розовый. Очень красивый, симпатичный. Но вот этот кармашек, это вообще класс. Видите, открываешь, и там еще сидит заяц. Мне понравилась такая майка-майка, но с сюрпризом. Не просто тебе так. Классная рубаха. Длинная рубашка в клетку. Что интересно, видите, клеточка отличается. То есть где-то вот тут идет клетка такая вот небольшого размера. Здесь уже другого совершенно типа цветов, комбинаций, размеров. Вот. Очень хорошая фланелевая рубашка. Как сейчас говорят, должна быть у каждого в гардеробе. Потому что она жутко универсальная. Ко всему подходит, для всего подходит. Потом платьице. Я его еще никуда не одевала. Меня видите, да? Вот такое платьице из Hound M. H&M. Юбка солнце. Я так понимаю, да? Такая вот раскрышенная юбочка. Вот. Что сложно с этим платьицем, конечно, подобрать нижнее белье. Потому что обычный лифчик сюда никак не оденешь. Будут видны всякие там бретельки. И бандо такой топ, да? Который можно, в принципе, сюда одеть. И он тоже немножко торчит вверху и внизу. Ну, в общем, я кое-что купила. Что может сюда подойти? Покажу вам скоро. Так, пойдем дальше. Юбка тоже из такого вот материала, как велюр-ледер. Под кожу, под замшу. Такого прямого, обтягивающего силуэта. Очень хорошая юбочка. Нью-Йоркер. И в... Как же он называется? Я не могу его никогда выговорить, этот магазин. Напишу вам, что не могу выговорить. А, Тейли Вейл или... Не знаю, напишу все-таки. Не знаю, есть этот магазин в России или нет его. Ну, вот так вот выглядит, в общем, эта кофточка. Обтягивающая. Такой рубчик, да? С горлышком с небольшим. Тоже такие рукавчики. Я взяла ее в размере М. Потому что не хотела, чтобы было открыть живот. Мне не хотелось этого. Так, откладываем. Потом, что еще? Вот такие вот кеды. Обыкновенные. Я купила их, потому что они продавались за 5 евро. То есть, на их 20. 20, я купила их за 5. По-моему, магазин Zimis Shoe. То есть, немецкий какой-то магазин. Обуви, ну, такие простые кеды, как говорится, в магазин выйти просто. Так, потом, если мы уже говорим об обуви, то покажу вам дальше. Вот такие вот сандалии. Так вот они выглядят. Так. Ну, сандалии тоже из Lidl. Потом, шикарная, просто шикарная пара обуви. Я все время покупаю, знаете, классные какие-то на каблуке туфли. А потом у меня очень редко выпадает возможность их одеть. Но я все равно не могу не купить. Вот, например, вот такое вот. Как вам? Это же просто бомба. Я когда посмотрела первый раз, я подумала, что они выглядят как копыта. Ну, правда, если вот так вот смотреть, похоже на копыта из-за тяжелой передней части. Но они устойчивые за счет того, что каблук не самый толстый. Здесь очень много деталей сейчас модных. Например, вот эта серебристость, цветочный вот этот принт. Тоже и летние, красивые, интересные. Крепко сидят на ноге. Ни разу не обувала. Жду подходящего случая, когда с радостью смогу их обнуть. Так, и еще одна, да? Нет, еще две пары обуви. Туфли. Несколько раз уже обувала, так что покажу вам только передней стороной. Перебоком. Только не подошвой. Только не подошвой. Так, это у нас Дайхман. Вот такие вот. Так, и еще одна пара обуви из лидла. Это вот такие вот. Так, где вы, где вы, где вы? Вот такие вот. Веджис на танкеточке. Босоножечки. Кстати, очень классно смотрится с лаком, да? С темным лаком. Они очень, как вам сказать, должны были бы быть удобные, если бы это была натуральная кожа. Здесь вот ткань. Ой, как в Германии говорят, ацеттный мюстер. Вот, ну, мне немножко натирает в этой части мизинцы. Один раз одевала. Вот. Так. Потом тоже, что еще слило. Это я сегодня вообще купила. Купальник вот такой вот. Я отслеживала, когда он будет. Есть такие флайеры, где можно смотреть, когда будут товары в магазине. Вот. И очень волновалась, знаете, с размером, потому что, как вот соотнести размеры, например, верхней части, да? Там, как лифчик и вот эти вот 40, 38, 36. И вот это вот не знала я, как соотнести. Ну, в общем-то, мне подходит. Я его уже померила. Но показывать вам, как вы уже поняли, не буду. Так. Осталось немного, но еще есть кое-что. Еще есть кое-что. Есть еще. Тоже к лету относятся. Вот такая вот классная штучка. Пляжная накидка. Покажу вам вот. Видите, яркая очень. Здесь не яркая фотография, если смотреть. А накидка сама. Накидка, я так говорю, конечно. Ну, ладно. Она вот такая вот. Очень-очень яркая. Мне понравился цвет. Мне очень нравятся оранжевые цвета. Последнее время, особенно на лето. Так. Я кое-что забыла вам показать. Сейчас покажу. Так. Я вернулась. И показываю вам. Вот такой вот Парео. Тоже я купила еще в мае. Ну, ни разу не одевала. Но я люблю, знаете, как запасаться вещами. Чтобы как-то хочется одеть что-то новое. Чтобы уже что-то было. Это такой Парео 110 на 180 сантиметров. Очень с таким рисунком пляжным и летним. Несмотря на то, что черный цвет. Это такая основа здесь. Но классная вещь. Видите, его можно завязывать. Многочисленными способами. Кстати, я видела даже в видео какое-то смотрела. Как показывают, как носить топор. Еще есть другие способы. Как я это все буду убирать, я не знаю. Ну, пока скидываю сюда. Так. Полотенце я купила в Праймарке. Я была тоже на этой неделе в Праймарке. Вот такое вот леопардовое полотенце. Вот оно выглядит разложенным. Вот так вот. Знаете, леопардовый принт, он может быть очень навязчивым и неприятным. Но, с другой стороны, есть красивый леопардовый принт. Вот этот, мне кажется, он красивый. Он яркий и красивый. Потом я была в магазине Манго. И в Манго я взяла вот такое вот платьице. Так. Там были жуткие скидки. Вы видите, да? В два раза дешевле. Как же показать-то вам? Ну, вот как-то так, да? Оно прямого силуэта, скорее. Или, вернее, а-силуэта. То есть оно вот так идет. Вот. С такими кудрявыми кружавчиками. Милую звездочку. И с очень легкой, приятной висхозой. И дальше, дальше. О! Накопилось у меня много. Либо показывать теперь очень тяжело. Так. Платье. Конечно, наверное, тяжело будет показать. Очень модно он сейчас, видите, плечиками. То есть оно вот так вот в руки просовывается. Руки идут тут. Вы либо можете вот так вот сделать плечики. Так. И вот такая вот юбка. Единственное, что мне не нравится, это то, что юбка, это платье, это доходит до середины икры. И получается, как бы зрительно тебя немного обрезает. Но мне очень понравилось. Видите? Ну, вот это золото. Я не знаю, это тоже вискоза. Ну, это вот золотое вот это тиснение, или как назвать, да? Такие узоры, так много ткани. Такая прям шикарная вещь. И не могла не взять ее как-то, да? Не могла. Это магазин Токамакс. Там я купила еще два платья. Или одно, два. Белое. Вот это вот белое платьице. С кружавчиками. С очень красивыми прозрачными кружавчиками вот в этой части. Нижняя юбка тоже тут есть. Оно такого легкого а-силуэта. То есть он не идет резко, а идет так медленно, слегка. Где-то в Америке сделано. Вот какая-то фирма. Такой даже не знаю. И еще одно платье. Вот. Уже модная сейчас деталь. Вот это молния, которую вы, в принципе, можете на все открыть. Если у вас... Простите, мне жарко. Если у вас есть такое желание, да? Тоже вискоза. Такая легкая-легкая вискоза. Видите, какие красивые рукавчики. Единственное, я не понимаю длину этого рукава. Если это тонкая вискоза, это летнее платье, то почему нельзя его сделать короче, да, этот рукав? Ведь жарко же будет ходить с таким рукавом. Ну, тоже силуэт такой, а-силуэт, скорее, не прилегающий к телу. Так вот сложилось. И осталось совсем чуть-чуть, потерпите. Так, тоже праймер. Вот, что я уже давно хотела купить. Это такой клеящийся лифчик. Испробовать. У меня есть какие-то платья, вот как я вам тоже показывала, синие. Или какие-то топы, где совершенно не подходит обычный лифчик. И вот хочу попробовать, будет ли это подходить. И из той же серии более интимная такая вещь для кое-каких других частей вашего тела, да. Может, для более каких-то открытых платьев. Тоже праймер. Купила я там два спонжика вот таких вот. Наверное, это самые дешевые спонжики. То есть, где-то еще у нас нету такую цену. Но я их еще не пробовала. И последнее, да. Последнее покажу вам. Вот такие вот штучки. Это такие фигурки, да, пластмассовые, вернее, резиновые, где находится вода, которую вы можете положить в морозилку, заморозить и опускать в напитки. И они не будут таять, как вот обычный лед, который тает. И потом противный такой вкус у напитка, да, разбавленный. От этого не должно быть такого вкуса. Такие, видите, они в виде фруктиков. Интересная такая штуковина. Так, ну, это был праймер. Пакет пустой. Праймер я, кстати, немного купила в этот раз. Это все, что я хотела вам показать. Сейчас посмотрю, сколько идет видео. Надеюсь, это не очень долго. По-моему, очень долго. Ну, ладно, попробую что-нибудь с этим сделать. Я вам желаю прекрасного дня, прекрасного лета. И прощаюсь с вами до следующего видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok